Привет, я Эрик Шоков, и, наверное, это уже мой последний ролик с таким ракурсом, потому что я переезжаю в Украину, Киев, на три месяца. Но не один, я переезжаю с М4. Но я не уверен, что она доедет, на самом деле, потому что она на грузинских номерах, и плюс, не знаю, у меня какая-то чуйка, что она останется в Грузии. Не знаю, посмотрим, через час я должен выезжать. Если ты из Украины, или тебе интересно смотреть за моей жизнью в Инстаграме, то я оставлю ссылочку в описании, ну а также на экране мой айдишник. Так, ребят из Украины, обещаю, будет очень много контента, мероприятий, турниров, которые будут попадать на канал. Если говорить про сегодняшний ролик, то речь пойдет про турниры на Сюрф. Да, для кого-то это будет что-то странное, но они и существуют. Мы уже все привыкли к турнирам 5 на 5, где нужно поставить бомбу, раздефать ее, и выигрывает команда, которая сделала больше победных раундов. Да, это, конечно, круто, но есть еще и другие дисциплины, о которых нужно поговорить. И да, это не просто режим, это дисциплина. Вообще, если написать в гугле Сюрф, то покажется, что это настоящий спорт, поэтому кто будет со мной спорить? Сюрфер, вы можете говорить, что вы спортсмены настоящие, даже не киберспортсмены. Как проводятся турниры? Какое там комментирование? Какие там призовые? И самое главное, насколько это интересно смотреть? И какие там игроки? Как они проходят карты? Может быть, я на уровне проигроков Сюрфлю? Давайте смотреть в этом ролике, все будет показано в красе и по полочкам. Погнали. 15-16 мая у нас прошел такой турнир на Сабершоке, поэтому я о нем и буду рассказывать, и записи будут именно оттуда. Большое спасибо организаторам, Клемиксу Миши, который занимается нашими серверами уже в течение года. Он один из самых лучших серверов по миру, по России точно уходит в топы, и, понятное дело, мы ему доверяем, и очень рады, что он проводит такие акции. Ну а вторым организатором был Артем Сикма, который, кстати, недавно побил рекорд на Сабершоке, и мы об этом стивили пост. Короче, по организаторам нам повезло, они реально опытные игроки и компетентные в своих вопросах. Ну и спасибо им большое за подготовку к этому ролику, за какие-то вопросы, ответы, которые я их спрашивал. Мы провели турнир 2 на 2, 16 команд, 32 участника. Первые матчи проходят в системе BO3, а финал BO5. Настройки сервера. 66-й тикрейт. Давайте я расскажу вкратце. 64-й тикрейт это для опытных игроков, там сложнее стерфить. 66-й, это именно тот, на котором работает Сабершок. Почему именно так? Почему мы добавили 2 тикрейта сверху? Все очень просто. По сути, все карты делаются вксс, и они работают на 66-м тикрейте. Поэтому мы приблизились к реальной механике и мувементу, как в Сурсе. То есть 66-й тикрейт и 64-й сильно отличаются, хоть 2 тикрейта. Потом идет 85-й, он проще. И он больше для средняков. К примеру, я там играю, и мне это нравится. На 66-м тикрейте мне уже сложнее. Ну и идет еще 102-й, это вообще какая-то шутка. Сёрфить там очень просто, ты просто вылетаешь, тебя выкидывает, у тебя скорость набирается как по маслу. В общем, это неинтересно, поэтому на Сабершоке 102-го тикрейта вовсе нет и не будет. Air Accelerate 150 и Friction 4.8. Что же это такое? Air Accelerate это параметр, отвечающий за возможность контролировать мувемент в воздухе. Проще говоря, этот параметр позволяет поворачивать, когда игрок находится в воздухе. Чем выше параметр, тем менее плавнее ты можешь делать повороты, и при этих стрейфах у тебя будет меньше теряться скорость. Friction это скольжение по поверхности. Допустим, если его поставить over 9000, то ты просто будешь плавать по любой поверхности. Окей, Сабершок это большая платформа, где очень много игроков и каждый попробует участвовать в турнире, и может быть кто-то будет очень плохо играть. Да. Поэтому проводится несколько этапов. Первый этап это квалификация. Мы выделяем небольшое количество серверов и ставим туда определенные 10 карт. Как только вы прошли 10 карт, и мы уже знаем ваше время на этих картах, кстати, насчет самих мап, они у вас на экране, ну а также приписаны их тиры. Да, там не самые легкие карты, там могут быть и тир 5, тир 6 карты. Все на хардкоре. Среди участников отбираются лучшие игроки, 32 человека. Ну а дальше распределение по командам 2 на 2. Сильный плюс слабый, и средний плюс средний. Уровень вычисляется из результатов квалификационных игр и на основании статистики участников на проекте Сабершок. Самый главный момент я вам уже озвучил, давайте приступать к самому турниру и как он проводится. Всем привет, ребятки, рад вас приветствовать на первом серф-турнире от команды Сабершок. Первый раунд у нас будет играть Завермун с Сондером против Токсика Едины. Первая игра. Сюрф Ну Моментум 2 КСФ. Линейная тир 3 карта. За Сондером, да, поспекать. Это тиммейт Завермуна. Какие пиксели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Переживает прям это немножко. Токсик еще враня. Токсик, да, остался. Будет ли прохождение от этой команды? Я надеюсь, что да. Пытался за скип. Так, ни одного прохождения мы и не получили. Сюрф Лоу Продакшн. Сейджевая тир 3 карта. Ну, пока что Токсик достаточно уверенно проходит. Я смотрю уже и первое прохождение Завер. Так, сейчас Ардец, да, я займусь этой проблемой. Да, проходит. Да, все, окей. Все, у нас 2-0. Поздравляем Завера и Сондера, они приходят уже во второй раунд. Вторая игра. Сюрф Бегинер. Сейджевая тир 1 карта. Так, матч начался. Артем. Тем временем у нас первое место занимает Артур Пертух. 46 ровно секунд ставит. Так, 1-0 за Артур Пертухом и Беттером. Сюрф Ауру. Линейная тир 5 карта. Самая сложная на этом турнире. Если никто ее не пройдет в течение 10 минут, значит, мы просто продлеваем время и до того момента, пока не будет хотя бы одного прохождения. Кто первый проходит, та команда и побеждает, в принципе. Да, он долетает. Он долетает, у нас первое прохождение, поэтому можно там с тобой выдохнуть. Очень низкий вылет. Рискнул. Зачем рискнул? Но скорость у него очень хорошая. И она не успевает начать. Не успевает. Поэтому у нас счет 1-1. И мы переходим к третьей карте. И у нас карта Сюрф Деппс. Сюрф Деппс. Линейная тир 4 карта. Так, у ребяток на 3 500-то все-таки проблемки имеются. Не, но Бетплеер, кстати, к финишу приближается уже. И есть первое прохождение. Минута 12 ставит Бетплеер. Зиланс плохо готовил карту, потому что видно, что 3 500 не сохраняет. Да-да-да. Проблемки. И Бетплеер тоже падает. 2-1. Заборик красава. Третья игра. Сюрф Бегинер. Стейджевой тир 1 карта. Манго с донышком против Доброго и Коровы. Манго приближается к завершению. Да, он заканчивает карту. 45-66. Так, на донышко, да, тоже приближается уже к финишу. И первое прохождение от него есть. Так, пытается сделать скип. И делает его. Успешно. Наконец-то. Я его очень хотел увидеть. Да-да. 45-24. Сюрф Серенити. Стейджевая тир 3. Сейчас это пик от Доброго и Коровы. Для меня с технической стороны карта не очень. Так, Добрый проходит. Это оба прохождения есть от команды Добрый Корова. И только одно прохождение от Манго. Донышко не прошел. Он вообще стоит. Возможно, он ее не знает. Донышко только вчера узнал, что он будет вообще участвовать в турнире. Поэтому за один день подготовить 16 карт. Это очень тяжело. Так, ну, у нас счет 1-1. Это у нас. Сюрф Форнокс. Сюрф Форнокс. Линейный тир 1-я карта. Так, у нас первое прохождение от Манго. Да, это ран. Довольно-таки неплохой. 48-04. Выиграли Добрый и Корова. Аутик. С М1 против Иванса и Сал Ривала. Четвертая игра. Сюрф Глаз 7. Линейная тир 2-я. Я могу сказать, что карта очень сложная в плане... Ну, именно там. Да. Да. И Иванс, кстати, с Сал Ривалом единственные пока что закрылись. И он импрувит в свое время. Очевидно, победа за командой Иванса. Сюрф Форнокс. Линейная тир 1-я. Сал Ривал прям по пикселям идет. Посмотри, у него очень хорошо начало. Карта заточена прям. И Иванс импрувит тоже на 30 миллисекунд. Офигеть. После окончания таймера Иванс все-таки забирает победу. Хотя до этого Аутис с таким небольшим отрывом побеждал. Но 2-0. Следующий матч у нас, да, Ноти Тинник и против Рилик Монтивара, по идее. Пятая игра. Сюрф Хоризон Эджи Ви. Линейная тир 1-я. Ну что ж, посмотрим. Я думаю, по праву можно сказать, что топ-1 России. Так. Приближается к финишу. Так, а пока что у нас подхождение только... Ноти еще сейчас летит на финиш. Немножко не догадает, было бы очередной СР. Рилик плохо занимается на последнюю рампу. И также не догадает. Первый раунд забирает у нас Ноти Тинник. Поздравляем их. Пик оправдан, как говорится. Сюрф Вайл. Стоит живая тир 3-я. Ноти, конечно же, знает карту. Я тут не сомневался. Ни с колечко. И он долетает. Но это... Долетает? Это плюс секунды. Но Ноту нужно просто 2 миллисекунды сделать. Если другие импроводить не будут. Все хорошо. Так переживаю за него. Не рьюшки. Ну что, латя. Будет ли? Как думаешь? Есть? Не знаю. Низкий вылет. О, боже. 27 миллисекунд. Что делает? Что делает? Он... Он... Он не залетел телепорт. Рано остановился. И все равно забирает. Офигеть. Шестая игра. Команда вторая не смогла принять участие. Поэтому автоматически одержал победа первая. Следующие у нас будут играть Пи. Лидер бан против бомбодутого орка и рука. Седьмая игра. Сюрф депс. Линейная тир 4. Ну, ничего удивительного. Пи идет по пикселям просто. Жестко. Так, ну первое прохождение у нас есть от орка. Пи приближается к финишу. Возможно, будет первое прохождение от него. Минута 0.960. Это сэра минус 83. Я на 100% уверен, что он может еще же очень пройти. Так, орка приближается к финишу. Если он сейчас импровит, то у Пи будут большие проблемы. Очень тяжело. И это импров на 50 миллисекунд. Ой, я-я-я-я. Все зависит от лидер бана. Он очень новый игрок. Он один из новичков, я бы сказал. Главное простое момент не запороть, как он запоровывал. Очень обидно. Очень хороший ранг. Сюрф в среднете. Стоит живая тир третья. Ну, карта не из простых, скажем. И прохождение от него. Да. Так все игроки стоят, да, там? Да, это не важно. Нажестно. Так, ну у нас 2-0 получается. Орк с руками забирает победу и приходит уже в следующий раунд. И у нас последняя игра первого этапа, это КБС с Белочкой против Азуриной и Банши. Восьмая игра. Сюрф, картун. Стоит живая тир третья. Да. О, я-я-я. Орк срождение. Минута 28 без скипа на 4-ом стейже. Сейчас ГБС сделал скип. Так. Импровит топ-3. Белочка. Тоже проходит по итогам Банша и Азурин побеждают на первой карте. Сюрф-бегинер. Стоит живая тир первая. Забирает топ-1. Минус. Почти секунду. Почти секунду выбил. Ну и у нас Азурин за Банша выигрывает поединок 2-0 и проходит дальше по формирной таблице. Так, ну у нас сегодня что? У нас сегодня матч за Авермун и Артур Пертулх сейчас будет, да? Правильно? Да, потом Ноти Тинник и Вейден Аттейс. Ну а сейчас 1-4 турнира. Девятая игра. Сюрф-депс. Линейная тир-4. Долетает до финиша. Неплохой ран. Так, ну импровит. Да, все равно импровит. Да нет, Азурин 100% вин. Звермон 1-0. Сюрф-прилюд КСФ. Линейная тир-1. Как же Звермон классно летит. Да, скорость у него, конечно. Да и не только скорость, плавность и все вот эти моменты. Летит просто на пофиг. И 44 на штуке. Так, ну все. Все-все упали и, по-моему, 1-1, да? Получается. И третья карта по итогам ролла. Уууу, лоу-продакшн. Сюрф лоу-продакшн. Стоит живой тир третья. И... И это импровь. У нас Звермон с Сондером побеждают, потому что у бэтплеера нет ни одного прохождения до сих пор. И если он сможет выбить 50 миллисекунд хотя бы от Сондера, то их команда побеждает. Но сейчас уже проблема, и он не винтает. И Звермон выпрекляет. Одиннадцатый играм. Сюрф прелюд ксф. Линейная тир первая. Так, Матер приближается к финишу. И первое неплохое прохождение от него. О, 44-46. Я это заснял. Я это заснял. Так, опять он приближается к финишу. И будет ли рано этот раз. Да, прохождение от него. Это третье место. Первый раунд за ноти и теником. Сюрф лоу-продакшн. Стоит живой тир третья. Кселечка. Но... Это определенно топ-10 ксс. Перебил дону и поставил. Да, очень жесткое время. И он их. Так, ну все зависит от теника. Все зависит от теника. Блядь. Извините за мат. Это невозможно без мата. И это выигрывает. Картун. Ну! Сюрф картун. Стоит живой тир третья. У ноти топ-5 на ксф и на этой капце. О чем вообще говорить? Ай. Не, ну ноти жестко просто проходит. Это нереально. Низковато, но даже с такой скоростью можно вообще спокойно пройти это все дело. Ну можно, конечно. Главное повыше вылететь. Да. Что он в принципе и делает за минуту. Да, не рискует. 22-57. Увы, синек вторую карту подряд не повозит. Он даже не успел ее пройти. И Вейден и Ордейс заслуженно переходят в финал. Полуфинал. Десятая игра. Сюрф картун. Стоит живой тир третья. Сол Ривел приближается, да, к пятому стейджу. И Сол Ривел ставит. Да, ставит. Ставит первый нау файл, получается. Но он, смотри, достаточно... Он может сейчас импровировать. Да, расстояние сокращает, но... Ооо, да. И это новый СР. То есть сейчас нужно доброму просто перебить Иванса. Так, ну, в любом случае, в данном противостоянии выигрывает Иванс. Подожди, корова еще в Иране. Пусть он, что это ран всей его жизни. Эх. Ай-яй-яй. Сюрф глаз. Линейная тир вторая. Пробежается к финише и будет первое прохождение от него. Все хорошо. Главное, финиш не запейлить. Да, он низкий вылет. Хорош, да. У нас игра закончилась, и в этом противопостоянии выигрывает у нас Иванс с Асловом и проходит в полуфинал. Двенадцатая игра. Команда первой не смогла принять участие, поэтому автоматически побеждает вторая. Ну, и в итоге у нас уже полуфиналисты известны. У нас Завермун Сондер, он будет играть против Иванса и Словикла. И следующий матч у нас будет Вейден Ардейс против Азурина и Банша. Полуфинал. Сначала сыграла четырнадцатая игра. Сюрф Вайл. Стоит же Вайтир третья. Так, Ардейс приближается к финишу. И да, это первый комплект. Минуту сорок пять ставит. Да, видно, что нервничает, прям видно, что руки потрясаются. Но вылет нормально, минута сорок три. Ой-ой, я очень много скорости сейчас потерял, даже трипс вот не выбил на рампе, но... Не даже не дожди, не дожди, не дожди, не дожди. Ой, как же это обидно было. Ну, кстати, по прохожению неплохо. Вот единственное, Вейден в силу своего опыта забрал победу для Ардейса. Сюрф Бегинер. Стоит же Вайтир первая. Вот так, подождите, Азурин делает скип при этом на седьмом. Спокойненько залетает. Сорок семь. Семьдесят пять ставит, это первое место. Один-один, и мы переходим, значит, в рандом. И третья карта. Сюрф Бегинер. Опять же, Сюрф Бегинер. Стоит же Вайтир первая. Игроки уже размяты, они уже знают карту, они уже даже потренировались побеждить. Сильнейшие, получается. Так, Банжи приближается к финишу, и да, это импрув на 25 миллисекунд. Хорошо. Пять сотых не хватило для того, чтобы одержать победу. И Бейден с Ардейсом проходят в финал, а Азурин и Банжи, у них есть еще шанс попроться за третье место. У нас сейчас, значит, будет матч между Завермуном и Сондером против Иванса и Салу Ривола. Это будет интересно. Очень интересно будет. Возвращаемся к тринадцатой игре. Сюрф Депс, линейная тир четвертая. Так, приближается к финишу. Минут 11 ставит Иванс. Крутится, крутится, ой, в дырочку прям хорошо падает, и это минут 11.93. И Завермун оправдывает свой пик и забирает первый балл. Завермун Сондер. 1-0. Сюрф Аур, линейная тир пятая. Главное, чтобы Завермун ее прошел. Так, Владик приближается к финишу. Очень хорошо все по скорости. И это, да, первый финиш. Видно, что долетает. Суши 07. Очень хорошо залетает. И... Да, есть прохождение. Есть, есть, есть. Да. И это прохождение Салу Ривола. Теперь все зависит от Сондера, который стоит, к сожалению. И... Ну, потому что мы... Да, проходим. Легогонекст. И третья карта у нас будет... У-у-у-у... Хорайзен. 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 Линейная тир первая. Сондер, кстати, это хорошо проходит. Механику 3500 соблюдает все очень хорошо. И у него... Да, смотри, даже 4+. А, кстати, сейчас уже почему-то не рез... Что это за новые скипы от Сондера? И занимает первое место, кстати. И занимает первое место. И если сейчас будет суммарный импров 70 миллисекунд... Все, нет. К сожалению, нет. 2-1 за Звермуном. Поздравляем, они проходят финал. А Ваня и Сул Ривола, вы остаетесь на сервере. У вас сейчас будет матч за третье место. Наконец-то. У нас финал. Шестнадцатая игра. Матч за бронзу. Сюрф Ауру. Линейная терпятая. Так, у Банши, да, наблюдаются какие-то проблемы. Но он хотя бы пытается пройти. По-моему, нет ни там прохождения, да? Или мне кажется? Сул Ривол проходит мапку. Но это изменилось. Но нет. Блин, нет. Низко вылетел. Он низко вылетел. Да, он долетал бы, но внизко вылетел. Но отзорим прям красавчик, потому что очень много трайв могли бы залететь, но не знаю. Но в любом случае, следующий их пик, и они еще могут побороться за третье место. Сюрф Каталист 2. Линейная терпятая. Сул Ривол приближается к финишу. Видно, что карту он 100% готовил. Сейчас сложный момент. Очень сложный финиш. Так, ну в принципе, справляется. Здесь дальше уже проблем не должно возникнуть. Хотя возникает. Да, возникает. Становится по минуту 0-2. Все, какая. Давайте. И это Minecraft 2016. Сюрф Minecraft 2016. Стоит живая тир-1. Азорин проходит ее в Сайдвисе. Ну, конечно, карта для финала одного из. Так, первое прохождение от Азорина. Все. Ребята уже задались. 2-1 в пользу Иванса и Сул Ривола. И можем поздравить наших первых финалистов. Иванс и Сул Ривол занимают в этом турнире третье почетное место. Они получают небольшую книжку. А Азорин и Иванши тоже молодцы, что добрались так далеко. И оправдали надежды многих. Ну что ж, тогда переходим к финалу. Best of 5. The Vermoon Sonder против Вейдена и Arday Sam. О-о-о, там 3-3-3-3-3. Ну, моментовый рандомчик меня услышал. Первая карта, ну, моментовый второй. Serenity. Serenity. Это Garden Go. Четвертая карта. Сюрф Прелюд. Суперфинал. 15-ая игра. За первое место. Бо-5. Сюрф. Ну, моментовый 2. КСФ. Линейная тир-3-я. Звермон делает первое прохождение. Минута 26,5. Воу-воу, шутоли. Господи. Да. Все окей. Отлично. Прохождение от Арвейдена. И Ардейст. Упал уже. Не проходит. Так, ну, первая карта у нас получается за Звермон. И переходим к второй карте. Сюрф. Сиренити. Стейджевая тир-3-я. Так, у нас теперь прохождение от Звермона. Это, я понимаю, фан-эверан. Минута 22. От Сонера пока не поступило ни одного прохождения. И ноу-фейл от него мы не видим. То есть, если он проходит сейчас ноу-фейл, плюс-минус перебивает Ардейст или хотя бы отстает на полторы секунды, то они... Ай-яй-яй-яй-яй. Все упали. У нас счет 1-1. И мы переходим к третьей карте. Сюрф. Дэпс. Сюрф. Дэпс. Линейная тир-4. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасно было. И это первое прохождение на карте. Минута 0,9. Сонер идет следом. И минута 11 ставит. И первое прохождение от него. Минута 11,69. Так, остается 40 секунд. Пока что Завермуна и Сондра можно выдыхать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Крути-крути-крути-крути. И у нас счет 2-1 в пользу Завермуна. Сюрф. Гарден. Гол. Стейджевая тир-1. Что думаешь о скипе на последнем стейдже? Рандом или скилл? Я думаю, что практика. Отлично залетает на финиш. Очень низко. Минуту 20 ставит. Так, Вадан приближается к финишу. Десятый стейдж. Скип. Есть. Очень хороший вылет. Неплохой минус. Да, отличный. Глядя на прохождение Ардейса, можно сказать, что, скорее всего, тут уже результат очевиден. Но Ардейс и Вейден, в любом случае, они молодцы. Они занимают второе место. И это очень круто. Это достойный результат. Ну что ж, поздравляем победителей. Завермун Сондр. Это очень круто. Мы их поздравляем. И также поздравляем Вейдена и Ардейса. Примерно так проводятся турниры по дисциплине Сюрф. Я думаю, что это перспективно. И если этим заниматься правильно и улучшать постоянно, то я думаю, что количество зрителей будет расти постоянно. Если тебя это заинтересовало, то подпишись на паблик Сайбершок, чтобы не пропускать новости о таких турнирах. Ссылочка будет в описании. С тобой был я, Эрик Шоков. Я тебе предлагаю посмотреть мои другие ролики про Сюрф. Может быть, тебя еще больше заинтересует что-либо из этой сферы. Я с тобой не прощаюсь. Жду тебя на других роликах. Пока, дружище. А, я попрощался. Господи.